Ну что, уважаемые друзья, я предлагаю перейти к докладу. Объём валового регионального продукта в 2018 году демонстрирует стабильность. Он сохранился на уровне 2017 года, составил 274 миллиарда рублей. Доминирующим видом экономической деятельности в структуре ВРП по-прежнему остаётся промышленное производство 24% и транспортировка и хранение 17%. К 2024 году ВРП превысит 600 миллиардов рублей, Амурская область войдёт в число лидеров по этому показателю при расчёте на душу населения. Инвестиции в экономики области выросли на 10%, это 240 миллиардов рублей. Прежде всего, этот рост обеспечили крупные инвестиционные проекты, такие как Космодром Восточный, Амурский газоперерабатывающий завод, автоклавный гидрометаллургический комбинат на Покровском золоторудном месторождении и газовый магистральный газопровод «Сила Сибирь». Уже сейчас область выполняет поставленную президентом задачу по доле инвестиций в ВРП 25%. В перспективе, благодаря проектам в газовой сфере, доля инвестиций будет увеличиваться. После запуска проектов мы ожидаем прирост валового продукта за счёт добавленной стоимости от газоперерабатывающего и газохимического производства. Доходная часть бюджета региона напрямую зависит от развития экономики. В прошлом году у нас сохранилась устойчивая динамика роста доходов. Доходы бюджета составили 65 миллиардов рублей. План по доходам был перевыполнен к первоначальному на 10 миллиардов рублей. Рост собственных доходов составил 5 миллиардов рублей. Из федерального бюджета регион получил в прошлом году 14 миллиардов. Дополнительные к первоначальному плану мы получили 5 миллиардов рублей. Считаю это заслугой правительства Амурской области. Впервые на социальное развитие центров экономического роста из федерального бюджета выделено 1,5 млрд. рублей. В 2018 году произошел рост поступления практически по всем видам налогов. Основной прирост обеспечен налогом на доходы физических лиц. Он поступил в объеме более 20 млрд. рублей с ростом в 3 млрд. к 2017 году. Этому способствовала динамика роста заработной платы в реальном секторе экономики и бюджетной сфере. В 2018 году сбор налога на имущество организации в 2018 году составил 8,1 млрд. с ростом в 715 млн. к уровню 2017 года. В 2018 году произошло снижение налога на прибыль на 1 млрд. рублей. Это связано с деятельностью отдельных налогоплательщиков, осуществляющих добычу золота в связи с ростом расходов предприятий на модернизацию. Я скажу об этом позже. Прогнозируем рост поступления налога на прибыль в этом году, в том числе за счет запуска автоклавного комплекса на Покровском руднике. Как и ранее, порядка 30% налоговых доходов областного бюджета приходится на крупных налогоплательщиков. Это РЖД, Березитовый рудник, Транснефть, Русгидро, Петропавловск. За 2018 год от реализации крупных инвестпроектов в бюджет области поступило 3,6 млрд. рублей. Это в два раза больше поступлений с 2017 года. Налоговая отдача от газовой отрасли увеличилась в два раза и составила 3 млрд. рублей за счет строительства Амурского газоперерабатывающего завода и магистрального газопровода «Сила Сибири». На 2019 год перед правительством региона стоит задача по дальнейшему увеличению доходной части бюджета. Мы планомерно решаем задачу по снижению государственного долга. По итогу 2018 года государственный долг сложился в объеме 27 млрд. рублей или 69% от собственных доходов. К 2025 году его размер должен составить до 38% от собственных доходов или 19 млрд. рублей. В прошлом году мы рефинансировали дорогие кредиты банков под более низкую процентную ставку. Нам удалось сэкономить 39 млн. рублей на обслуживание долга. Я хочу особо подчеркнуть, что погашение долга осуществляется в соответствии с утвержденным Минфином России графиком. В целом стабильная ситуация в экономике позволила региону достичь высоких показателей в рейтингах инвестиционного климата и налогового потенциала. Амурская область заняла 12 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по росту налогового потенциала. За это достижение областью получен грант в размере 645 млн. рублей. Такой грант в последний раз мы получали в 2010 году. Также область вошла в десятку регионов, реализующих эффективную налоговую политику. Нам удалось снизить стоимость патента для малого бизнеса и ставки по транспортному налогу. По мере роста доходной части бюджета мы продолжим эту практику. По итогам национального рейтинга инвест-климата область занимает сегодня 35 место. В течение 2018 года мы работали над сокращением времени административных процедур в вопросах подключения к энергосетям, получения разрешения строительства и ряду других. Была создана дополнительная инфраструктура поддержки бизнеса. В 2018 году созданы Центр поддержки экспорта и Центр кластерного развития. А в 2019 году запланировано открытие бизнес-инкубатора, микрофинансовой организации и Единого центра поддержки бизнеса. Мы стали первым субъектом Дальневосточного федерального округа по внедрению электронного сервиса государственной регистрации предприятий через многофункциональные центры. Я хочу сейчас более подробно остановиться на наиболее перспективных стратегических направлениях развития региона, описав как текущее положение дел, так и намеченные цифры, так и намеченные к реализации планов. В декабре этого года «Газпром» завершает строительство магистрального газопровода «Силы Сибири». Более 900 километров проходит по нашей территории, в Китай будет направляться 38 миллиардов кубометров газа в год. Развитие газоперерабатывающей отрасли изменит не только структуру областной экономики, оно повлияет на жизнь при Амуре в самом широком диапазоне. От изменения облика города свободного и газификации до создания новых производств и тысяч дополнительных рабочих мест. Строительство Амурского газоперерабатывающего завода в Свободенском районе идет в соответствии с графиком. Готовность составляет 35%, первые две очереди будут запущены в 2020 году. На полную мощность завод выйдет в 2024 году. Этот завод станет крупнейшим, самым мощным в России и вторым по мощности в мире предприятием по переработке природного газа. Объем инвестиций в его строительство составляет 800 миллиардов рублей. В апреле текущего года была достигнута договоренность об увеличении поставок газа в Китай на 10%. Это повлечет за собой строительство еще одной очереди завода, как следствие отразится на увеличении объема капитальных вложений и налоговой отдачи. Для Амурского ГПЗ строится новый жилой микрорайон в Свободном на 5 тысяч жителей с привлечением федерального финансирования в сумме 12,5 миллиардов рублей. Компания «Сибур» работает над проектом Амурского газохимического комплекса мощностью 1,5 миллиона тонн этилена в год с дальнейшей переработкой в полиэтилен, востребованных на российском и мировом рынке марок. Основным сырьем будет выступать этановая фракция Самурского газоперерабатывающего завода. Для нас это производство имеет крайне важные значения. Оно даст толчок к развитию средних и малых предприятий по выпуску конечных продуктов из полимеров, труб, упаковочных материалов, детских товаров, посуды, бытовых принадлежностей и многого другого. По газохимическому комплексу определена конфигурация проекта, и для принятия финального решения о реализации необходимо завершить базовое проектирование и пройти необходимые корпоративные процедуры. Рассчитываем на начало подготовительных работ по проекту комплекса в этом году. В активную фазу реализации переходит метаноловый завод мощностью 1 миллион тонн метанола в год в Сковородино. Инвестиции составят 49 миллиардов рублей. Будет создано 270 рабочих мест на производстве и около 2000 мест в сопутствующих отраслях – в транспорте, энергетике, сфере обслуживания, социальной сфере. В долгосрочной перспективе этот проект станет катализатором развития деревообработки и производства ДСП, вдохнет новую жизнь в Сковородинский район. На строительстве этих трех проектов в пиковые периоды будет задействовано в общей сложности порядка 47 тысяч человек. Российский опыт показывает, что на подобных масштабных проектах регионы не располагают достаточным количеством трудовых ресурсов на периоде строительства. Необходимо привлекать внешние подрядные организации, которые используют в том числе иностранную рабочую силу. Мы должны снизить риски, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической ситуации, соблюдением правопорядка и так далее. Эти вопросы у нас стоят на постоянном контроле. Проводится работа с компаниями, привлекающими иностранцев, возводятся временные вахтовые поселки, которые обеспечены местами проведения досуга, магазинами. Эти меры позволят ограничить перемещение иностранных работников вне территории вахтовых поселков. Наша важнейшая задача подготовить специалистов для работы на будущих предприятиях. И для этого нам, конечно, необходимо модернизировать систему образования. Я об этом скажу позже. Экологическая безопасность по этим проектам также находится на особым контроле. Хочу отметить, что компаниями и инициаторами проектов уделяется особое внимание этому вопросу. При строительстве используются самые современные технологические решения, которые позволят свести к минимуму воздействия будущих предприятий на окружающую среду. Это требования развития бизнеса и непременные условия включения российских промышленных холдингов в мировую экономику. Добывающая промышленность остается значимой для экономики области. Она представлена добычей угля, золота и сырья для стройиндустрии. Производство золота в минувшем году снизилось к уровню 2017 года, составило 23 тонны. Основная причина – нарастающее истощение сырьевой базы так называемых неупорных руд на месторождениях компании «Петропавловск». Однако сводом в эксплуатацию Покровского автоклавного комплекса он намечен на 22 июля текущего года. Ситуация будет выравниваться и на уровень 24 тонны золота выйдем уже в этом году. Автоклав позволит сохранить уже существующие рабочие места и создаст новые. Хочу здесь дополнительно прокомментировать, что на сегодняшний день Амурская область располагает большими запасами так называемых упорных руд, которые можно извлекать с помощью автоклавного производства. Мы такими запасами золотоносных руд обеспечены, исходя из сегодняшних уровней добычи, на 50 лет. Поэтому предприятие, которое 22 июля запустит «Петропавловск», имеет стратегическое долгосрочное значение для экономики региона. В перспективе золотодобывающей отрасли строительство рудника на Бамском месторождении с запасами более 100 тонн и внедрение подземной добычи на Березитовом руднике и на рудниках «Петропавловск». Объем добычи угля в области стабилен. Амурский уголь добыл 3,5 миллиона тонн в прошлом году. План на 2019 год увеличит добычу на 100 тысяч тонн. В текущем году начнется опытная эксплуатация Агаджинского месторождения каменного угля, которое в ближайшее время принесет дополнительные доходы и около 5 тысяч рабочих мест. Эффект от реализации этих проектов жители северных районов почувствуют уже в следующем году. Он будет выражаться в обновлении учреждений здравоохранения, образования и культуры. Говоря о добыче стройматериалов, сырья для стройматериалов, рост составил 40% в прошлом году. Это связано с реализацией крупных инвестиционных проектов в дорожном строительстве на территории области. Хочу сказать, что перспективы развития добычи полезных ископаемых у нас есть. Однако есть и ряд проблем, препятствующих этому. Одна из этих проблем – это так называемые черные копатели. Я уже неоднократно говорил о том, что работа по борьбе с нелегальной добычей будет постоянно усиливаться, вестись по всем направлениям. В этом сезоне для оперативного надзора за загрязнение водотоков будет задействована уникальная для Дальнего Востока мобильная экологическая лаборатория. К контролю за добычей полезных ископаемых будут подключены возможности дистанционного зондирования Земли. Соответствующее соглашение с Роскосмосом мы заключили. В этом году решение многолетней проблемы нелегальной добычи природных ресурсов наконец двинется с мертвой точки. Мы больше не позволим загрязнять наши реки, наживаться за счет будущих поколений. За один год, конечно, мы понимаем, что накопленную проблему решить невозможно, но мы наведем порядок в этой отрасли за 3-4 года. По итогам 2018 года в сельском хозяйстве объем производства продукции в хозяйствах всех категорий составил 44,5 млрд. рублей. В регионе завершается строительство второй очереди завода по глубокой переработке сои, маслоэкстракционного завода «Амурский» и маслоэкстракционного завода «Красная звезда». К строительству завода приступает АНК. Завершается строительство молочного животноводческого комплекса на 1 тысячу голов в Тамбовском районе. К 2021 году реализация новых инвестпроектов в молочном скотоводстве позволит увеличить производство молока на 11,5%. В 2020 году объем производства овощей будет увеличен за счет того, что комплекс «Тепличный» завершит строительство второй очереди тепличного комплекса площадью 3 гектара. Впервые в товарной структуре экспорта Амурской области на первое место вышли продовольствия и сельскохозяйственные сырье. В перспективе к 2021 году экспортный потенциал продукции АПК увеличится почти в два раза до 315 миллионов долларов США за счет роста производства сельскохозяйственной продукции, расширения ассортимента продукции и ее переработки. Важнейшей задачей является расширение географии стран-импортеров. Отдается приоритет странам Азиатско-Тихоокеанского региона, традиционным для нас Китайской Народной Республики, а также Республики Корея и Японии. Региональные предприятия АПК готовы экспортировать соевый изолят, шрот, молочную продукцию, мясные и кондитерские изделия, минеральную воду, мед. Техническая модернизация сельскохозяйственного производства становится первоочередной задачей для аграриев области. В хозяйствах области с превышением сроков амортизации работает 66% тракторов и 24% зерноуборочных комбайнов. Нам необходимо ежегодно приобретать порядка 500 тракторов и 350 единиц зерноуборочных комбайнов. В 2021 году за счет обеспечения нормативного внесения минеральных удобрений, использования оптимальных схем применения средств защиты растений, проведения работ по известкованию почв, производство зерновых и соев увеличится более чем в полтора раза. Мы ждем 14 июня визит к нам делегации из Министерства сельского хозяйства России. Эту тему регулярно поднимаем на самом высоком уровне. Есть определенные подвижки, надеюсь, что мы сможем в ближайшее время их озвучить. В первую очередь речь идет о субсидировании стоимости техники для аграриев, о субсидировании удобрений и средств химизации, средств защиты растений, а также о долгосрочных программах мелиорации и известкования почв. Несмотря на очень сложный по погодным условиям 2018 год, хозяйства области смогли произвести более 1 миллиона тонн сои. Я хочу выразить благодарность всем труженикам села. Успехи отрасли – это результат вашего ежедневного тяжелого труда. Амбурская область занимает третье место в Дальневосточном федеральном округе по объему заготовленной древесины и произведенной лесопродукцией. В 2018 году общий объем заготовки древесины составил 1 миллион 800 тысяч кубических метров. Развитие переработки древесины является приоритетным направлением работы нашего лесопромышленного комплекса. Продукция поступает как на внутренние, так и на внешние рынки. Из общего объема пиломатериалов 41% направлен на экспорт и 59% используется на внутреннем рынке. Туранлес завершает строительство деревообрабатывающего завода в Тындинском районе. Тем не менее, считаю работу правительства Амбурской области по этому сектору экономики недостаточно эффективной. Нам необходимо усилить работу по привлечению новых инвесторов в отрасль. Мы уже сформировали карту свободных лесных участков, разместили ее на сайте Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области. Туризм – это одна из точек роста экономики региона. Мы обладаем уникальным, огромным потенциалом. Географическим положением истории этот потенциал нам необходимо раскрыть. Развитие туризма – не просто дополнительные доходы бюджета, это возможности для малого и среднего бизнеса, это новые гостиницы, турбазы, автодороги и многое другое. Сегодня Амбурская область на четвертом месте в России по приему китайских туристов. Мы занимаем четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. С запуском автомобильного моста и канатной дороги въездной турпоток существенно возрастет, и майский указ президента ставит нам задачу по увеличению экспорта услуг для Амбурской области к 2024 году в два раза. Прежде всего за счет экспорта туристических услуг. Нам необходимо создать современную инфраструктуру туризма. Сейчас мы активно взаимодействуем с Федеральным центром по участию региона в новой федеральной целевой программе по туризму. Работаем на стратегию развития туристско-рекреационного кластера на территории Амбурской области. Несколько слов о налоговой системе региона. Сегодня в области работают три территории опережающего развития. С 2015 года резидентами стали 18 компаний. Инвесторами вложено более 160 миллиардов рублей. Создано около 700 новых рабочих мест. Шесть компаний выпустили продукцию на общую сумму более 10 миллиардов рублей. Нами снижена налоговая ставка по налогу на имущество для капиталоемких проектов резидентов территории опережающего развития. Это позволит инвесторам в полном объеме использовать льготный десятилетний период. Благодаря совместной работе с бизнесом снижена стоимость патентов. Спасибо предпринимателям за это взаимодействие. Мы с большим вниманием прислуживаемся к вашему мнению. Ведется работа по распространению режима «Свободный порт» на территорию Благовещенска. Заявка находится на рассмотрении Минвостокразвития России. Я прошу Министерства экономического развития Амбурской области завершить эту работу в текущем году. Льготы для бизнеса дадут толчок для развития предпринимательского сектора экономики, создадут новые рабочие места. Что особенно важно, эта инициатива поддержана предпринимателями города. Инвесторы готовы реализовывать свои проекты. В четырех регионах России проходит эксперимент по налогу для самозанятых. Об этой теме много говорят сегодня. Для развития честного предпринимательства и минимизации теневого бизнеса мы инициировали включение Амурской области в число таких пилотных регионов с 2020 года. С этим предложением мы обратились в Минэкономразвитие России. Бизнес должен иметь комфортный доступ к финансовым ресурсам и льготному кредитованию. Эта задача будет решена в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В июне в регионе начнет работу микрокредитная компания. Кроме того, в области создана единая точка доступа к услугам и мерам поддержки. Это центр «Мой бизнес». Более подробно остановлюсь на транспорте. Транспортная доступность имеет особое значение для Дальнего Востока. В 2018 году на развитие дорожного хозяйства области из областного дорожного фонда было направлено 4,5 миллиарда рублей. Это позволило привести в соответствие с нормативными требованиями 161 километра муниципальных дорог, отремонтировать 112 километров региональных дорог. Также провели освещение уличной дорожной сети, устройства тротуаров, пешеходных дорожек и многое другое. В текущем году дорожный фонд составляет 5 миллиардов рублей. Будет отремонтировано более 240 километров дорог. Также будет продолжена реконструкция автодороги Благовещенск-Свободной. В октябре прошлого года произошло обрушение путепровода в Свободном. Это осложнило транспортную доступность для почти третьей части жителей города. Мы оперативно восстановили движение в городе по временной схеме. К сентябрю 2019 года мы заасфальтируем объездную дорогу. Одновременно на уровне правительства России решаем вопрос восстановления путепровода за счет федеральных средств. Нормативный срок строительства подобных объектов составляет 2-3 года. Мы проверили все 570 имеющихся в регионе мостов и путепроводов, сформировали программу ремонта аварийных и предаварийных мостов до 2035 года, работаем с Минтрансом России в выделении дополнительных средств на эти цели. Тема восстановления путепровода в Свободном обсуждалась также в понедельник под руководством Юрия Петровича Трутнева в Москве. Из областного бюджета мы направили порядка 110 миллионов рублей на восстановление объездной дороги, 24 миллиона в прошлом году и 88 миллионов направим на асфальтирование. Завтра, 31 мая, произойдет без всякого привлечения историческое, значимое не только для нашей области, а для всей страны события – это стыковка российской и китайской части моста через Амур. Строительство моста завершится в конце года. В 2020 году по нему начнется движение транспорта. Концессионная модель показывает свою эффективность. Мы планируем применять концессионную модель и в дальнейшем реализации других инвестиционных проектов. В частности, обсуждаем с китайскими партнерами строительство железнодорожного моста в Сковородинском районе, в Джалинде, по такой схеме. Хочу отметить, что для строительства моста через Амур были привлечены наши амурские подрядные организации – это УСК «Мост» и «Зау Асфальт». Мост и примостовой логистический центр значительно расширят возможности для экспорта нашей продукции. Низкая транспортная доступность является сдерживающим фактором для нашей экономики. Мы вынуждены прерывать поставки на период ледохода и ледостава фактически на 4-5 месяцев в году. Увеличение объема грузооборота с Китаем усилит нагрузку на действующий мост через реку Зея в Благовещенске. Старая наша проблема. Нам необходимо строить новый второй мост через Зею. Я вам скажу, что сделано в прошлом году. Мы актуализировали проектную документацию 2014 года. На сегодняшний день стоимость нового моста составляет 20 миллиардов рублей в ценных соответствующих лет. Мы выделили из областного бюджета 300 миллионов рублей на выкуп земельных участков. Эта работа завершится осенью. То есть мы с осени готовы объявить конкурсные процедуры на выбор подрядчика на строительство моста. Кроме того, в правительстве на самом высоком уровне мы многократно поднимали вопрос о начале строительства моста. Принято решение о выделении в 2021 году. То есть еще раз подчеркиваю, что эти средства уже заложены в федеральный бюджет. 4,7 миллиарда рублей. Сейчас нам важно завершить подготовительные работы и добиться полного финансирования проекта. Такие мосты строятся нормативно 4-5 лет. То есть если отталкиваться от начала работы в 2021 году, плюсуем 4 года, в 2026 году мост должен быть построен. Задача Министерства транспорта – передвинуть начало строительства на 2020 год. Мы технически будем к этому готовы с января месяца, в первом квартале 2020 года. Хочу также обратить ваше внимание, что при Амуре участвует в федеральном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Амурская область с 2019 года включена в подпроект «Дороги городских агломераций». И с этого года Благовещенск будет ежегодно получать на развитие дорог дополнительно 400 миллионов рублей в течение 6 лет. То есть общий объем средств, которые пойдут на дорожную сеть Благовещенска, составит 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Если традиционно Благовещенск ежегодно тратил на дорожную сеть около 300 миллионов, то начиная с 2019 года будет тратить 700 миллионов рублей ежегодно на развитие дорожной уличной сети. Считаю, что этих средств вполне достаточно для того, чтобы привести дороги Благовещенск в нормативное состояние. Вместе с тем, из-за некорректных данных статистики, наша область в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» не получает пока субсидию на региональные дороги. С чем это связано? Дело в том, что получателями субсидий являются регионы, где количество дорог, не соответствующих нормативам, превышает 50%. Амурская область, это определенный анекдот, по данным статистики, занимает второе место в России после Москвы по качеству дорог. У нас 75% является нормативным. Это, конечно, ошибка. Эту ошибку мы подняли на самом высоком уровне. На Восточном экономическом форуме я поднял этот вопрос перед президентом. Было дано поручение к 1 июля Минтрансу России и правительству Амурской области провести инструментальное обследование наших дорог. Такое обследование никогда не проводилось, и сегодня оно завершается. Мы говорим о том, что у нас доля дорог, соответствующих нормативам, составляет 30%. Соответственно, Амурская область может претендовать на получение финансирования по этому национальному проекту для развития региональных дорог. Расчетно мы говорим о сумме в 2 миллиарда рублей ежегодно на 6 лет также. И, соответственно, эти средства будут приплюсованы к дорожному фонду, составляющему на сегодняшний день, еще раз повторю, 5 миллиардов рублей. И направлены на развитие дорожно-уличной сети. Этот вопрос у нас стоит на особом контроле. Мы рассчитываем на получение дополнительных средств, начиная со следующего года. В области организовано 13 пригородных железнодорожных маршрутов, там, где отсутствует альтернативное транспортное сообщение. Ежегодно сохраняется льготный проезд в пригородных поездах для школьников и пенсионеров. По маршруту Благовещенск-Владивосток в прошлом году перевезено 7600 пассажиров. В этом году будет использована новая схема прицепки вагонов на станции Белогорск. Это позволит исключить длительную стоянку в Хабаровске. Объем инвестиций в развитие железных дорог по программе РЖД в 2019 году составит 33 миллиарда рублей. Это позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссива на 10%, как следствие отразится на поступлениях в бюджет. Напомню, что РЖД является одним из крупнейших налогоплательщиков. Автомобильным транспортом осуществляется почти 99% регулярных перевозок жителей области. К обслуживанию автобусных маршрутов привлечено 800 автобусов, половина из которых находится в эксплуатации более 10 лет. Я прошу Министерства транспорта и дорожного хозяйства в Морской области проработать механизм обновления автобусного парка. Мы готовы поддержать. Доступность пассажирских авиационных перевозок – это болезненный для нас вопрос. Неоднократно озвучивали эту проблему на высоком уровне, в том числе на встрече с президентом России. Что делается по этой теме? Правительством РФ выделены в этом году дополнительные средства для Дальнего Востока в размере 2,5 миллиарда рублей на субсидирование авиационных билетов. Решен вопрос по круглогодичному субсидированию. Хочу отметить положительную динамику. В 2019 году по льготному тарифу планируется перевезти свыше 40 тысяч пассажиров в Амурской области. Это практически вдвое больше, чем в прошлом году. В перечень льготных категорий граждан, имеющих возможность летать по субсидированным тарифам, включены многодетные родители. С этого года мы пригласили летать к нам ряд новых авиакомпаний, поэтому в летний период количество рейсов в Благовещенск-Москва увеличится с 15 еженедельных рейсов в прошлом году до 24 в неделю в этом году. Как следствие, мы понимаем, что конкуренция на этом рынке создаст условия для понижения цены на авиабилеты и на представление более качественных услуг. В текущем году возобновляется субсидированный за счет средств федерального бюджета рейс Тында-Благовещенск. Мы наблюдаем устойчивый рост пассажиропотока. Так, в прошлом году было перевезено около 420 тысяч пассажиров, в том числе 73 тысячи по международным направлениям. Инфраструктура аэропорта Благовещенск-Москва устарела и сдерживает рост пассажиропотока, не позволяет обслуживать воздушные суда в соответствии с современными требованиями. Кардинальный решительный вопрос поможет только реконструкция аэропорта Игнатьева. Это увеличить скорость обслуживания воздушных судов позволит снизить стоимость авиабилетов. На реконструкцию взлетно-посадочной полосы в федеральном бюджете предусмотрено 4,6 миллиарда рублей на ближайшие три года. Это будет по факту строительство новой полосы. Мы учли опыт якутских наших коллег, учли опыт, негативный опыт у нас на территории области, как, например, в городе Зея. Поэтому это будет строительство новой полосы, параллельно существующей полосе. Еще раз, 4,6 миллиарда предусмотрено в федеральном бюджете. Строительство новой полосы позволит привлечь к нам крупные авиакомпании, такие как Аэрофлот и Россия, выполняющие по Дальневосточному федеральному округу перевозки по так называемым плоским тарифам, более низким тарифам. Это позволит сделать более доступными региональные и международные перевозки. Для нас важнейшей задачей является начало работ по строительству взлетно-посадочной полосы в этом году. Трижды конкурс по выбору подрядчика не состоялся. Дело в том, что заказчиком этого объекта является агентство по гражданской авиации, федеральная структура. Они объявляют торги, они выставляют требования к подрядчикам. Но здесь нам необходимо помнить о ряде незавершенных аналогичных объектов, как я уже сказал, у нас в области и у коллег. Подрядчикам предъявляются особые повышенные требования. На данный момент конкурс объявлен четвертый раз. Если и он не выявит победителей, тогда мы будем просить Минтранс России повторно направить проектную документацию в главгосэкспертизу для увеличения начальной стоимости строительства. Планируем провести совещание под руководством Юрия Петровича Трутнева по этому вопросу послезавтра в Благовеченске. Кроме того, в начале 2020 года мы планируем заключить концессионные соглашения на реконструкцию и эксплуатацию пассажирского терминала аэропорта Благовеченск. На конкурс планируют выйти ведущие российские компании, специализирующие на аэропортовом бизнесе, такие как аэропорты регионов, Новопорт. Эти компании, для тех, кто много летает, сегодня эксплуатируют следующие аэропорты. Это аэропорт в Ростове на Дону, это аэропорт Екатеринбург, Новосибирск, Сочи. То есть самые современные подходы к этому бизнесу. Мы на основе концессионного соглашения планируем к 2022 году завершить строительство нового аэровокзала, и он будет способен обслуживать воздушные суда всех классов. В итоге, если синхронизировать строительство взлетно-посадочной полосы нового аэровокзального комплекса, то к концу 2022 года у нас появится новый аэропорт. Хочу более подробно остановиться на городах Свободный и Зато Циолковский. Их жизнь связана с функционированием крупных объектов Амурского газоперерабатывающего завода и космодрома Восточный. Они сегодня фактически обретают новую жизнь. Здесь мы ведем масштабные работы по реконструкции и благоустройству. По поручению президента Российской Федерации принят план комплексного социально-экономического развития города Свободного. До 2020 года на развитие города выделено 6 миллиардов 100 миллионов рублей из федерального бюджета. За 2017-2018 годы благоустроено 14 дворовых территорий, 3 сквера и парк, проведена реконструкция сетей теплоснабжения и водоснабжения, приобретено оборудование для учреждений здравоохранения и образования, переселено 324 человека из аварийного жилищного фонда. В этом году завершим реконструкцию женской консультации, ремонт инфекционного и травматологического отделений Свободненской больницы и городской поликлиники. Будет построен детский сад, благоустроено 7 пришкольных территорий. Планируем завершить реконструкцию тепловой и водопроводной сетей, бурения скважин, переселения людей из аварийного жилья. В 2020 году в городе появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс и обновленный дом культуры. В июне 2019 года начнутся работы по строительству второй очереди космодрома «Восточный». Объем инвестиций составит 39 миллиардов рублей. В перспективе рассматривается и развитие на космодроме программы пилотируемых запусков. По прогнозам, к 2030 году численность жителей зато Циолковский вырастет в 6 раз до 30 тысяч человек. Это потребует серьезных вложений в развитие городской инфраструктуры. Нами направлено предложение в правительство России о принятии плана развития города по аналогии с планом развития города Свободного. Этот план сегодня находится на рассмотрении в Роскосмосе и в Минвостокразвития. Надеемся, что по нему будет принято положительное решение. В этом году мы завершим строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Циолковском. Этот объект строится с 2005 года. Новые возможности развития появятся и у города Сковородино. Импульс к этому даст запуск метанолого завода. Как я уже сказал, в понедельник, 27 мая, одобрена наша заявка о выделении 2 миллиардов рублей на развитие социальной инженерной инфраструктуры города. Появится новый детский сад со школы, отремонтирована больница, пройдет модернизация систем ЖКХ, ремонт дорожной уличной сети. Знаменательным событием для нашей области станет 45-летняя годовщина начала строительства Байкала-Мурской магистрали, крупнейшего инфраструктурного проекта советской эпохи. В июле в городе Тында пройдут торжественные мероприятия, привороченные к юбилею. Подготовлен план культурно-массовых и спортивных мероприятий в период празднования юбилейной даты. Компания РЖД оказана благотворительная помощь по ремонту учреждений, расположенных в зоне БАМ. В ходе торжественных мероприятий совместно с компанией «Газпром» планируем закладку первого камня на площадке строительства будущего физкультурно-здоровительного комплекса. Серьезные перспективы для роста экономики и качества коммунальных услуг создаст газификация региона. Утверждена региональная программа на 2018-2022 год, которая в первоочередном порядке предполагает газификацию объектов города Свободный, Циолковский, Благовещенск и поселка Чигири Благовещенского района. В 2019 году планируем в Циолковском перевести на потребление природного газа одну котельную. Перевод на газ котельных города Свободный будет обеспечен в 2020-2021 годах. Речь идет об экологии и здоровье людей. Постепенный перевод котельных на газ позволит сделать воздух в наших городах чище. И нам нужно усилить работу по этому стратегически важному для региона направлению. Нам необходимо уделять внимание современным методам энергосбережения и автоматизации жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году будут проведены работы на котельных городах Циолковский, Свободный и в селе Вожаевка Белогорского района. В результате автоматизации снижаются расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии. Это позволит снизить рост тарифов для населения, повысить надежность системы теплоснабжения. В этом году мы более широко применим модернизацию котельных за счет термороботов. Принято решение и выделены средства на покупку мазута в летний период, когда цена минимальна. Это мы практикуем впервые. Это позволит нам сэкономить в перспективе до 200 миллионов рублей бюджетных средств на стоимости топлива. Сэкономленные средства направим на замену ветких коммунальных сетей. Большие изменения ждут столицу региона. С 2008 года ведется поэтапная реконструкция набережной реки Амур. В 2018 году возобновлены работы по завершению двух участков городской набережной от Пионерской до Шимановского и от улицы Шимановской до Театральной. Общая стоимость этих работ 654 миллиона рублей. Эти участки будут сданы в ноябре текущего года. Также в завершающей стадии проектирования находятся еще три участка набережной рек Амур-Изия. Завершение работ по берегу укреплению позволит перейти к проекту «Золотая миля». Есть интерес к этому проекту со стороны инвесторов. Важный элемент проекта – реконструируемая площадь Ленина в Благовещенске, которая станет современным и удобным местом отдыха людей, визитной карточкой города для иностранных туристов. Над планом реконструкции сегодня работает ведущее архитектурное бюро страны КБ «Стрелка», на счету которой создание самых знаковых объектов благоустройства в городе Москва. Канатно-подвесная дорога – еще один уникальный инфраструктурный объект международного уровня, который обретет реальную жизнь уже в этом году. Для области сегодня этот приоритетный инвестиционный проект, его осуществляет группа компаний «Регион». Основные работы запланированы на 2020 год, сдача объекта в 2021 году, определенные технические детали, пропускная способность дороги составит до 7 тысяч человек в день, стоимость проекта – 2,5 миллиарда рублей. Канатная дорога, которая соединяет два государства, – это единственный подобный проект в мире. Этим проектом будем гордиться и мы с вами, и наши дети. Все изменения, которые происходят сегодня, все наши масштабные планы имеют один общий смысл, одну главную цель – это улучшение качества жизни людей. Именно об этом говорил в своем послании в Федеральному собрании президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Именно на это нацелены все национальные проекты, в реализации которых сегодня активно участвует область. Этими же принципами мы руководствуемся при формировании регионального бюджета, который, хочу особо подчеркнуть, это было, остается социально ориентированным. Нам важно расставить приоритеты таким образом, чтобы решить стоящие социально-экономические задачи, обеспечить безусловное выполнение всех социальных гарантий. 62% наших расходов нашего бюджета или 40 миллиардов рублей – это социальные расходы. Ключевой задачей в социальной сфере является поддержка семей с детьми, ветеранов, инвалидов и иных нуждающихся в государственной помощи граждан. Каждый третий житель области является получателем мер социальной поддержки. На эти цели ежегодно направляются более 7 миллиардов рублей бюджетных средств. Старшее поколение заслуживает особой нашей заботы и признательности. На территории региона сохранен порядок получения гражданами региональных льгот и социальных гарантий для мужчин с 60 лет, для женщин с 55 лет, а не с момента выхода на пенсию. В этом году региональная фракция «Единой России» инициировала внесение изменений в закон о детях войны. Право на льготу появляется у граждан с датой рождения до 2 сентября 1945 года. Проблемой остается обеспечение жильем детей-сирот, многодетных семей, ветеранов боевых действий, инвалидов. В прошлом году мы улучшили жилищные условия 367 семей по данным категориям. В текущем году планируем обеспечить жильем еще 455 семей. В рамках национального проекта «Демография» перед регионом, как и перед всей страной, стоит задача по повышению рождаемости и увеличению продолжительности жизни. К сожалению, численность населения области продолжает сокращаться, в том числе за счет снижения рождаемости. Поэтому государственная поддержка семей с детьми является для нас приоритетной. Это более 10 видов различных пособий, это комплексная поддержка многодетных семей, в том числе ежемесячные выплаты в случае рождения третьего и последующих детей, региональный материнский капитал и еще ряд различных пособий. В 2018 году начали выплачивать пособия на первенца, размер которого установлен на уровне прожиточного минимума. Получателями мер поддержки являются около 40 тысяч семей. В 2019 году введены новые виды социальной помощи для дальневосточных семей. Это единовременная выплата в связи с рождением первого ребенка и региональный материнский капитал при рождении второго ребенка в семье. Хочу отметить, что эта поддержка будет осуществляться без учета доходов семьи. Мною дано поручение по подготовке проекта закона об отмене критерия нуждаемости по предоставлению мер поддержки многодетным семьям. Я прошу у депутатов Законодательного собрания поддержать эту инициативу. Для пожилых и мурчан вводятся дополнительные меры медицинской и профилактической помощи за счет развития гериатрических служб и мобильных бригад для оказания медицинской помощи жителям сельских территорий. Для обеспечения местами детей от двух месяцев до трех лет в текущем году в области будет построено четыре детских сада в Благовещенске, Белогорске, Свободном и селе Усть-Ивановка Благовещенского района. В области уже обеспечена доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Этот показатель будет сохранен. Важной задачей является формирование здорового образа жизни. Президентом перед нами поставлена цель до 2024 года увеличить долю граждан, регулярно занимающихся спортом, до 55%. В рамках проекта «Спорт. Норма жизни» запланировано до 2023 года оснащение современным оборудованием 21-й малой спортивной площадки для муниципальных центров. В текущем году новое оборудование появится в физкультурно-оздоровительных комплексах открытого типа в Белогорске и Селе Томское Сершевского района. Кроме того, проводятся работы по капитальному ремонту стадиона «Амур» в Благовещенске, в спортивного комплекса «Белогорье», в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпик» в Селе Тамбовка. Ведется строительство спортивной площадки для занятия хоккеем Я выражаю искреннюю благодарность компаниям «Газпром», «Сибур», ДРСК, «Русский уголь», «Петропавловск» за тесное социальное партнерство в части создания условий для развития спорта. Так, при поддержке ПАО «Газпром» до 2021 года будет возведено пять крытых физкультурно-оздоровительных комплексов, два из которых в Благовещенске, кроме того, в Тынде, Тамбовке и в Магдагачах. В текущем году начнется работа по ремонту стадионов в селе Ивановка и городе Шамановск. Появится спортивная площадка на территории школы поселка Серышева. На эти цели ежегодно «Газпром» в рамках программы «Газпром детям» будет выделять 100 миллионов рублей. Такая договоренность у нас достигнута. В рамках сотрудничества с компанией «Сибур» в Благовещенске будет построен центр уличного баскетбола с трибуной для зрителей на 150 мест. Этот объект будет располагаться на набережной, непосредственно рядом с городским парком. Мы должны были его ввести в эксплуатацию 1 июня. Погода немного скорректировала наши планы. Мы их передвинули на 15 июня. Всех приглашаю на открытие. С помощью благотворительных программ компании «ДРСК» и «Русский уголь» будет отремонтирован спортивный зал областной спортивной школы Олимпийского резерва в Благовещенске. Также организованы мероприятия по развитию детского хоккея. Компания «Петропавловск» оказывается содействие в развитии массового детского футбола в Амурской области. Создана детская футбольная лига. Мы первый международный турнир проведем 11 июня. В этом году мы даем старт этой программе. Она должна распространиться на территорию всей области. Демографические проблемы требуют комплексного подхода к развитию системы здравоохранения. В 2018 году средняя продолжительность жизни Амурчан составила 69 лет. К 2024 году должна составить 78 лет. Среди основных направлений работы развитие первичного медико-санитарного звена, борьба с онкологией с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие педиатрии, создание цифрового контура, кадровое обеспечение медицинских организаций. Приобретен передвижной медицинский комплекс для жителей Серышевского района. Возведено 4 модульных фельдшерско-акушерских пункта в селах Антоновка, Винниково, Братолюбовка и Новониколаевка, где ранее не было медицинских учреждений. Также обновлен пункт в селе Игнашино, Сковородинского района. В 2020 году планируется замена еще 26 таких пунктов, находящихся в аварийном состоянии. Также планируем приобретение 9 передвижных мобильных медицинских комплексов. Основы инновационного проекта «Бережливая поликлиника» уже реализуются в нескольких учреждениях здравоохранения. В результате время ожидания в регистратуре у кабинета врача в среднем сокращается в 2-4 раза. Комфортные условия создаются для пациентов с ограниченными возможностями и для родителей с детьми. Сокращаются сроки прохождения диспансеризации, профилактических осмотров. Поэтому режим «Бережливой поликлиники» нужно распространять как можно более широко. Я прошу Министерства здравоохранения области усилить работу по переводу всех лечебных учреждений на новые стандарты. К 2021 году они должны применяться во всех детских поликлиниках. В рамках реализации проекта «Путь к здоровью» бригадами врачей из узких специалистов проводятся медицинские осмотры взрослого и детского населения, включая лабораторную диагностику, ультразвуковое исследование, флюорографию. Благодаря этому медицинские услуги становятся более доступны для жителей сельской местности. С этого года в Амурской области заработал проект «Онкопатруль». Бригада медиков в составе 17 специалистов провела обследование около 3000 человек в Михайловском районе. В данный момент «Онкопатруль» работает в Тамбовском районе. В планах у медиков новые дальние маршруты. Я здесь хотел бы попросить глав муниципальных образований более активно работать по этому направлению. Мы должны, это для нас критически важно, охватить осмотром все население региона. Здесь очень многое зависит от вас, как вы эту работу скоординируете на местах. По программе «Земский доктор» в 2018 году удалось привлечь в сельскую медицину 20 фельдшеров и 30 врачей, которые получили по 500 тысяч и 1 миллиону рублей на руки соответственно. Реализация программы продолжается. Для своевременной оказания медицинской помощи в труднодоступных районах региону выделен новый вертолет санитарной авиации, оснащенный самым современным оборудованием. За прошлый год эвакуировано 576 пациентов. Мы планируем получение еще одного вертолета. Кроме того, приобретен 21 автомобиль скорой медицинской помощи и 6 санитарных автомобилей. В ближайшую неделю, на следующей неделе, в рамках Санкт-Петербургского форума запланирована встреча с компанией «Ростех» и фондом социальных инициатив, которые планируют провести полную замену автомобилей скорой помощи в городе Благовеченске. У нас такая потребность сегодня есть. 29 автомобилей нам нужно. И если этот опыт у нас удастся, я очень на это рассчитываю, то мы эту практику распространим на все города Амурской области. Завершая тему медицины, я хотел бы сказать, что для нас критически важно провести профилактический осмотр населения, сделать эту работу регулярно. Нам нужно бороться с заболеваниями на начальной стадии, а не в конце, когда уже требуется реанимация, высокотехнологичная помощь. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, это педиатрическая служба. За три года мы должны отремонтировать все поликлиники и все больницы для детей. Наконец, третье. Очень часто приходится слышать о том, что платные услуги медицинские, те, которые должны оказываться бесплатно, создаются искусственные очереди, и они навязываются практически людям. От этой практики нужно уходить. Я прошу Министерства здравоохранения самое пристальное внимание обратить на эту тему. Образование. Область принимает активное участие в реализации национального проекта образования. Хочу поблагодарить коллег из профильного министерства, из правительства за эффективную работу. Наша работа неоднократно отмечалась на федеральном уровне министром просвещения России. По итогам конкурса, проведенных Министерством просвещения Российской Федерации, область получила 1,2 млрд рублей средств федерального бюджета на строительство новых школ, приобретение современного оборудования. В этом году 528 детей Благовещенска пойдут учиться в новый корпус 22-й школы. В 2020-2021 годах будут построены еще две школы в Свободном и Кимчане. Отдельное внимание уделяем дополнительному образованию. В прошлом году в Благовещенске открыт детский технопарк «Кванториум». Планируем открытие технопарка «Кванториум» в городе Свобода. В этом году на базе лагеря «Колосок» будет открыт Центр развития детей. Это совместный проект с российским детским центром «Сириус». Соответствующее соглашение было подписано нами на Сочинском экономическом форуме. Спонсором проекта выступит компания «Газпром». Кроме того, будет организован мобильный «Кванториум», который позволит познакомить не менее тысячи наших детей с современными технологиями и робототехниками. Внедряемый региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста позволит закрыть потребности экономики регионов в квалифицированных кадрах. Главным инструментом станет Центр опережающей профессиональной подготовки, который создается в этом году. Реализация проекта «Билет. Будущее» позволит двум тысячам детей примерить профессию. В прошлом году обновлена материально-техническая база колледжей. Студенты наших колледжей и вузов стали призерами и победителями всероссийских и международных соревнований по профессиональному мастерству в таких компетенциях, как электромонтаж, сварочные работы, живопись-дизайн, резьба по дереву и лабораторный химический анализ. Нам крайне важно поддерживать движение WorldSkills. Работа по этому движению, движение «Молодые профессионалы». Эти профессионалы, эти специалисты в перспективе будут очень востребованы на рынке труда. Кроме того, хочу поблагодарить руководство ДВОКУ за активное взаимодействие в части создания на базе полигона ДВОКУ военно-патриотического парка «Патриот». Это будет филиал федерального парка. Мы начнем работу с сентября текущего года. Вообще, военно-патриотическому воспитанию в Амурской области уделяется большое значение. Мы занимаем 21 место в стране по охвату наших детей в возрасте от 8 до 18 лет в рамках проекта «Юнармия». Я считаю, что этот проект вполне может стать альтернативой забытому пионерскому движению. Сегодня у нас порядка 5% детей охвачено в этом движении, и мы сделаем все возможное для того, чтобы совместно с армией нашей это движение поддержать. Культура. Амурская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. На территории области проходят знаковые мероприятия. Международный фестиваль «Российско-Китайская ярмарка культуры и искусства» он в этом году будет проводиться уже в десятый раз. И открытый российский фестиваль кино и театра «Амурская осень». В области сохранена сеть государственных и муниципальных учреждений культуры, но при этом основной проблемой остаются и к славе материально-техническая база. За прошлый год проведен текущий ремонт и приобретено оборудование в 21 дом культуры, завершено обновление технологического оборудования в драмтеатре в городе Тында и Амурском областном театре «Кукол». В рамках решения задач нацпроекта «Культура» до 2024 года запланировано приобретение 11 передвижных многофункциональных культурных центров для жителей села, создание четырех модельных муниципальных библиотек. Концертные залы оборудуем в Тынде, Белогорске, Шимановске и Свободном. В четырех муниципальных образованиях появятся современные кинозалы. Будут приобретены музыкальные инструменты для областного колледжа искусств и 11 музыкальных школ. Хочу отметить роль некоммерческих организаций в социальной сфере. На территории Амурской области осуществляет деятельность 908 некоммерческих организаций, оказывающих социальные и общественно полезные услуги. В прошедшем году некоммерческими организациями привлечено в регион свыше 32 миллионов рублей из федеральных фондов на реализацию социально значимых проектов. 11 проектов на общую сумму свыше 17 миллионов рублей реализовано при поддержке фонда президентских грантов и 20 проектов на сумму 15 миллионов в рамках конкурсов Федерального агентства по делам молодежи. Также два проекта за счет средств фонда соработничества. Нужно и дальше повышать качество услуг, оказывающих некоммерческими организациями, наращивая их роль в экономике региона. Для этого за счет средств регионального бюджета в 2019 году создан ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций. В 2020 году мы также планируем расширение грантовой поддержки некоммерческих организаций по аналогии с фондом президентских грантов. Я хочу обратиться ко всем, кто занят в некоммерческом секторе. Ваша инициативность, ваша энергия очень нужны области. Качество людей во многом зависит от жилищных условий. В последние годы в области наблюдается спад темпов жилищного строительства, спад объемов. Такая тенденция с 2014 года имеет место в большинстве регионов России. Причинами является недостаток инфраструктуры. Это влияет на стоимость возводимого жилья. Кроме того, наблюдаем падение платежеспособного спроса населения. В рамках майского указа президента ввод нового жилья в области к 2024 году должен составить до 275 тысяч квадратных метров ежегодно. Для обеспечения роста строительства жилья нам необходимо принять меры по стимулированию жилищного строительства. Это внедрение льготных программ по ипотечному кредитованию для дальневосточников на уровне не выше 5% годовых. Создание сетей коммунальной и транспортной инфраструктуры для комплексной застройки новых территорий. Нам необходимо предусмотреть социальные выплаты отдельным категориям граждан. В Амурской области приняты меры по решению проблем обманутых дольщиков. В прошлом году более 400 человек получили компенсационные выплаты. В этом году мы проблему закроем полностью. За 6 последних лет при финансовой поддержке фонда содействия реформированию ЖКХ у нас в регионе переселено более 13 тысяч человек. Построено 144 многоквартирных дома. Нам необходимо до 2025 года переселить еще 6 тысяч человек. Я хочу особо подчеркнуть, что дома, построенные для переселения людей из аварийного жилищного фонда, должны соответствовать всем стандартам домов экономического класса. У нас, к сожалению, был ряд ошибок. По быстровозводимому жилью необходим этот опыт учесть. Я прошу Министерству строительства и архитектуры самое пристальное внимание этой проблеме уделить. За 2018 год в рамках региональной программы капитального ремонта проведены работы в 85 многоквартирных домах. В текущем году капитальный ремонт затронет более 260 многоквартирных домов. Идут работы по замене лифтового оборудования в Благовещенске и Тынде. В этом году планируется заменить 162 лифта в 53 домах. Темпы капремонта снижают несовершенство федерального законодательства по отбору подрядных организаций. Мы подготовили ряд инициатив по внесению изменений в федеральное законодательство, активно участвовали в работе Государственного совета Российской Федерации в феврале текущего года по этой теме. И часть наших предложений уже поддержаны Минстроем России. Региональный проект формирования комфортной городской среды имеет для нас первостепенное значение. Ведь от этого зависит, от того, насколько человеку удобно, комфортно жить, зависит его настроение, самочувствие, желание жить в родном регионе, а не искать лучшие доли в других территориях. В 2019 году в два раза увеличилось число муниципалитетов, получающих поддержку на благоустройство городской среды. Это позволит благоустроить не менее 11 общественных пространств и не менее 42 дворовых территорий. Отдельное внимание уделяем качеству жизни людей на селе. Оно неразрывно связано с перспективами развития нашего агропромышленного сектора. Что сделано? В 2018 году реализован ряд проектов по благоустройству сельских территорий в Тамбовке, Новоалександровке и Ивановке Ивановского района. В 2019 году начато строительство еще одного мини-футбольного поля в Екатеринославке. Появится благоустроенная зона с названием Арбат, селе Ивановка, Ивановского района. Молодые специалисты, желающие работать на селе в течение пяти лет, получают выплаты из областного бюджета. В этом году 21 семья улучшит свои жилищные условия, но этого, конечно, крайне недостаточно. Сегодня в правительстве России активно обсуждается и готовится к принятию новая государственная программа с названием «Комплексное развитие сельских территорий». Ее ключевые показатели – это увеличение доходов сельских жителей, а также остановка оттока людей из сел. Программа предусматривает благоустройство территорий, ремонт сельских дорог, жилищное строительство, и в том числе введение так называемой сельхоз-ипотеки с льготной ставкой по кредиту 3% и первоначальным взносом в размере 20%. В нашей области необходимо принять максимально полноценное участие в этой программе. Я прошу Министерства сельского хозяйства Амурской области обратить особое внимание. Стоящие перед нами задачи крайне сложны и разнообразны, и без подготовленных кадров нам с ними не справиться. Регион остро нуждается в современно мыслящих профессиональных управленцах, квалифицированных специалистов для всех отраслей экономики. Подготовкой и отбором таких кадров мы занимаемся в постоянном режиме. Интенсивное развитие социальных лифтов – залог успешного управления. Для повышения эффективности кадровой политики утверждена новая методика проведения конкурса при поступлении на государственную гражданскую службу области. Сформированный единый кадровый резерв правительства, сегодня в него входит 863 человека. Принято решение о включении в него полуфиналистов Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» без прохождения дополнительных конкурсных процедур. Для привлечения молодежи на госслужбу мы начали программу стажировок при правительстве Амурской области. Лучшие участники программы будут включены в молодежный кадровый резерв. Сегодня созданное молодежное правительство, идет отбор кандидатов. В марте текущего года на базе Амурской научной библиотеки при поддержке Агентства стратегических инициатив открылась точка кипения Благовещенск. Это пространство для коллективной работы ученых, бизнесменов, госслужащих, общественников, студентов и школьников, представителей профессиональных сообществ. Именно здесь проходят обсуждения по вопросам развития области. Опора на диалог с обществом, на вовлечение людей в принятие ключевых решений была и будет базовым принципом нашей работы. Формат такой работы бывает разным. От обсуждения проблем в социальных сетях, в Инстаграме областных чиновников, в моем блоге, до совместного составления стратегических документов и проведения встречи с общественниками. Общественные советы созданы во всех органах государственной и муниципальной власти. В течение прошлого года проведено более 300 заседаний общественных советов. Многие предложения экспертов реализуются на данный момент. Читаю, что необходимо расширять сложившуюся практику, использовать все современные технологии. Для улучшения взаимодействия органов власти и общества созданы и развиваются интернет-сайты и порталы по различным направлениям. В 2019 году при взаимодействии госорганов и граждан будет запущен интернет-ресурс «Открытый регион Амурская область», где через единое окно в интернете граждане смогут задать вопрос или обратиться с жалобой чиновнику любого уровня. Власть при Амуре должна уметь слышать людей. Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путином поставлена задача разработать программу развития Дальнего Востока. Эту задачу он нам поставил на Восточном экономическом форуме в прошлом году. И мы должны финализировать эту программу в 2019 году, также на Восточном экономическом форуме. При разработке нацпрограммы развития Дальнего Востока, она формируется снизу от людей, нами были собраны более 25 тысяч предложений от жителей нашего региона. Большая часть предложений была направлена на улучшение социальной сферы. Обобщенные предложения наших жителей направлены в Министерство развития Дальнего Востока. И более 80% из этих предложений в той или иной форме нашли отражение в проекте национальной программы. Я предлагаю продолжить работу в таком формате и приглашаю всех, кому небезразлично будущее нашей области, принять участие в создании новой стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2035 года. Я прошу правительства области в ближайшее время разработать механизм для обсуждения работы над этим важнейшим стратегическим документом совместно с жителями Амурской области. Амурская открытость власти, постоянный диалог с обществом, вовлечение людей в совместную работу по благоустройству – это залог эффективной работы по повышению качества жизни. Одна из перспективных региональных практик – инициативное бюджетирование. Программа поддержки местных инициатив в Амурской области начата в 2018 году. При непосредственном участии людей осуществляется выбор проекта, который реализуется при поддержке бюджета региона. Четыре муниципалитета успешно реализовали свои проекты в прошлом году. Сейчас в Министерстве финансов области принято 79 заявок на инициативное бюджетирование из 19 районов. Сельские муниципалитеты получат средним по 1 миллиону рублей на каждый проект по улучшению комфортной среды. Строительство детских площадок, зон отдыха, ремонт пешеходных дорожек, многое другое. В этом зале сейчас находятся руководители почти всех поселений Амурской области. Я прошу вас принять самое активное участие в этой программе. Улучшение условий жизни людей во многом зависит непосредственно от вас. Со своей стороны мы максимально облегчили процедуру получения грантов. Создан проектный офис, который помогает в оформлении заявок и сдаче отчетности. Участником программы «Инициативное бюджетирование» в ближайшие три года должен стать каждый без исключения сельский населенный пункт. Каждый житель области должен почувствовать изменения к лучшему. Я считаю, это главная наша задача. В заключении своего выступления хочу сказать, что Амурская область, наша общая родина, всегда была землей неравнодушных трудолюбивых людей. У нас сегодня есть все для того, чтобы сделать качественный рывок, для того, чтобы стать лидером всего дальневосточного региона. У нас есть богатые недра, у нас есть крупнейшие инвестиционные проекты, надежные партнеры, близость к стратегически важной государственной границе. И самое главное, у нас в регионе живут замечательные, влюбленные в нашу малую родину люди. Нам главное верить в свои силы, в свою землю, не терять оптимизма, знать, что несмотря на все сегодняшние проблемы, с которыми мы рано или поздно обязательно справимся, Преамурья живет, Преамурья развивается и Преамурья уверенно смотрит в будущее. Спасибо за внимание.